номер 629 события дня господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешно притча 30 глава 6 стих не прибавляй к словам его чтобы он не обличил тебя и ты не оказался лжецом за второе сентября 2017 года галина близко мир вам мокрое прощание сестер серафима и марины поучительные и трогательны сколько полезных тем вскрыли так называемый псалтырь это происки римлян то есть католиков рада за сестру серафиму знает теперь что огонь христов продолжает жить в душах людей параллельно с просмотром ролика звоню нашей марине как их встретила духовная непогода как коля ни одной мне печальная оторванность от своих любимых христиан скучаем наконец-то дошло до меня жирафа что было причиной причин в отказе марине озимовки слава богу за все всегда приглашаю к себе в гости марину сколи а они меня так что ниточки любви будем поддерживать помогая друг другу горишь сам не сожги соседа вот это и дошло до меня единоверцы встречаются и сынами и наемниками сын наследует а наемник редко напрягается сколько капель просьб упала на сердце игоря глушкова водяной яме стук братских лопат подвиг на восстание дошло до меня дошло дошло настроение сердца в котором царствует любовь к богу располагающие бога в чувстве иметь своим и себя божиим равно как все божие своим и то есть принадлежности сыновства кто востекает на сию степень тот сын в дому дышащий одной любовью к отцу кавычки закрыты епископ феофан вышинский том 7 страница 475 события за прошлый день мы продолжали там где денег овечьей бороться с уже со спиленными деревьями много время отняла это но потом остатки где нужно там добили ветви относили как бы заплетали ей вокруг огорода чтобы овечки не попадали но и володя топит баню баня обед отдых и вечерние богослужения вчера гляжу глядим в окна ведут люди незнакомые кто-то а я так подумал это дайка брата селасьяна родители приехали вот одеты по форме широким поясом мать в платочке после спрашивает кто у андрея действительно родители приехали ну нас никто не звал и я не люблю они приехали на короткое время и там прийти мешать сюда наставлять получаться если бы желали они бы зашли к нам но не зашли да благословит их господь они уже уехали это тоже как бы события это редкие такие гости я тут вожусь с болящей кошкой решаю и участь сейчас собака повредила ее терзала думал может они что-то взять или лечить или усыпить она не поддается лечению опять началось гноение кровотечение спина ее согнула ничего не ест его два месяца ну хаска ее и задрала это сидела после ночной охоты на мышей на солнышке грелась это заскочила мгновенно и ухватила так собаки не делает это природная убийца убийца как ласка она не может не убивать так и это ну вот считаю что день-то события все и кончились показать наши ресурсы это мой мир больше всего мне нравится вот гуси разговор с приговоренными к смерти казнь через два месяца вот так второе что у нас тут есть это ленточек надо посмотреть сколько вчера посещаемость было 278 почти одинаково каждый день 278 я их чужих то 8 человек не видел 278 1600 тем но и наш православное видео канал открытым оком во свете библии вот обо мне пророчествует лживые страдают сами же 55 просмотров до 41 минуту наступление на глиняную гору тоже прощание с мариной посмотрите выставил 10 роликов 37 40 50 65 15 20 20 30 30 36 на два часа просмотра ну кто же это будет смотреть два часа ну вот смотрят посещаемость просмотров 7 миллионов 410 тысяч 777 и 7641 подписчик занесли нас в сми средства массовой информации и наш большой православный библейский сайт вот из него сейчас беру тема с вопроса ответы о войне вопрос 1571 шестой том открытым оком евреям 1134 угошали силу огня избегали острия меча укреплялись от немощи были крепки на войне прогоняли полки чужих почему в этих строках апостол ставят заслугу пророкам их участие в боевых действиях хотя уже была дана заповедь не убей ответ полный текст этот выглядит так евреям 11 32 35 39 и что еще скажу не достанет мне времени чтобы повествовать о гидеоне о вараке о самсоне и фае о давиде самуиле и других пророках которые веру и побеждали царство творили правду получали обетование заграждали устали вову гашали силу огня подчеркиваю избегали острия меча укреплялись от немощи были крепки на войне прогоняли полки чужих жены получали умерших своих воскресшими иные же замущены были не приняло освобождение дабы получить лучше воскресенье и все сии свидетельственные в вере не получили обещанного подчеркнутые слова указывает что речь идет не о пророках только но и о всех кто был в вере жены получавшие умерших своих воскресшими это ясно что не пророки а напротив того есть тех кто получал благодеяние от бога через пророков пророки исполняли то что им заповедал бог освободить землю от изживших себя народов это дело было и делом пророков 1 царств 15 32 33 потом сказал самуил приведите ко мне агага царя амаликидского и подошел к нему агаг дрожащий сказал агаг конечно город смерти миновалась но самуил сказал как меч твой их твой жен лишал детей так мать твоя между женами пусть лишена будет сына и разрубил самуила гага перед господом в галгале вот такое такой вопрос еще один сделаем вопрос 1772 седьмой том открытым оком а святых известно что они так любвеобильны были никого пальцем никогда не трогали а вот никола чудотворец ударил ария еретика были еще такие случаи ответ читаешь о муках какие наносили друг другу епископы в ужас приходишь с таким садизмом казнили друг друга отрезали уши нос нос и глаза выкалывали и казнили 1 тимофеев 5 20 согрешающих обречай перед всеми чтобы и прочие страх имели а то я отвечаю за кафедры и он беру и житья святых венедикт 14 марта кавычки по отпусти церковная служба преподобный отец ради спасения того брата переменив свой мягкий нрав на грозный уже не словами только но и жезлом наказал ленивого брата этим отогнал от него беса который как бы сам принявший побои больше уже никогда не возвращался к тому иноку и он с тех пор совершенно исправился жезлом то есть палкой отходил его борис второго мая в городе дорогой бурже некоторая женщина раба трудилась доме госпожи своей по его повелению в день святого николая когда все шли в церковь его другие женщины видео за работой стали укорять и звали ее церковь а она же не послушала их продолжала свое дело вдруг въехали во двор три мужа в белых ризах выгнув из дверей она увидела их один из них был стар по обеим же сторонам его двое юноши и сказали юноши его женщина как ты посмела оскорбить отца нашего николая работая в его праздник и не идти в церковь не идя она же отвечала я убогая вдова мне надо работать а не ходить в церковь тогда старый муж сказал юношам что вы с ней говорите размещите ее дом они приступили и разметали дом до половины старый же муж подойдя к женщине взял ее за правую руку и выбросил ее из комнаты и упала она замертво видя женщину распростертая соседи взяли ее отнесли другой дом положили ее и сели около желая послушать что она скажет она же не могла двинуть ни глазами ни устами но лежала как мертвая ничего сама не ела только раздвинув ее раздвинув вливали ее в рот ложкой в молоко или воду так пребывала она до великого поста неделю мясопустную взяли женщину отнесли в церковь святого николая после молитвы совершенной над нею она несколько открыла глаза и как бы пробудившись от сна попросила есть смогла принять пищу рассказала о случившейся правая же рука у нее оказалась высохшей и она ее не ощущала и вот она уже не имела сил служить господам видя такой немощный госпожа прогнала ее от себя и который родился у нее на свободе стала рабом кирилл александрийский 9 июня из-за златоустов после его смерти происходили большие разногласия в то время как официальный представитель константинопольской александрийской церкви не признавали его святым в других церквах например римской антиохийской он был вписан в дипихи сопричислен к сонму святых но и в первых двух церквах было немало сторонников златоуста которые не разделяли воззрение своих официальных представителей считали его святым на этой почве происходили споры несогласия в константинополе сторонники океана златоуста делились даже от церкви образовали расколы ионитов раскол этот был здесь уничтожен только в четыреста тридцать восьмом году Акаки Синайский 29 ноября был один старец очень ленивый по характеру злой говорю не осуждая его но с целью показать терпение святого и вот что расскажу вам тот старец имел молодого ученика по имени Акаки простого нравом и целомудренного умом который так много зла терпел от того старца что многим даже покажется это невероятным ибо старец не только укором и бесчестным досаждал ему но и всяческий день мучил его телесными истязаниями однако терпение его было не напрасно потому что Акаки своей безропотной выносливостью и незлобивым страданием снискал себе благодать Божию освобождающий его от вечного мучения Нестор 27 октября и действительно малый ростом Нестор оказался в своей храбрости сильнее великого Лия схватив его как птицу он сбросил великана с высокого помоста на острое поле Упав на них как крепкий дуб Лий с позором изверг свою окаянную душу и таким образом погибла память его с шумом исчезла его гордая сила и прекратилось суетное хвостоство Максимианов своим борцом Юлиан и Маркиан 9 августа В Константинополе со времен Константина Великого существовали ворота, известные под названием Медных Издавна над этими вратами находился образ спасителя, тоже Медный Этот образ нечестивый царь и патриарх приказали снять Представили лестницу, по которой и начал подниматься один из воинов Саном Спафари Это возмутило благочестивое чувство собравшейся у ворот громадной толпы народа Некоторые из нее схватили лестницу и бросили ее вместе с находившимся на ней воинам на землю Предав последнего смерти Узнав о таком поступке народа царь послал против православных вооруженных обнаженными мещами воинов Которые умертвили множество мужчин и женщин, старых и молодых С числом их известно одному только Господу Наиболее же знатные почитатели икон, находившиеся среди народной толпы, были взяты живыми Имена их следующие Следующие После жестокого наказания Палками они были вернуты в темницу Где находились в вузах до 80 дней, терпя нещадные побои Каждому из них ежедневно полагалось по 500 ударов Когда были схвачены святые мученики Вместе с ними взята была и преподобная Феодосия Черноризица Как обвиненная в том же преступлении Она вместе с другими участвовала в опрокидывании лестницы Преподобная Феодосия прияла мученический венец ранее помянутых святых Сергий Радонежский 25 сентября Между тем на архипастерский престол вступил архимандрит Михаил Он дерзнул облечься в святительскую одежду и возложить на себя белый клобук Прежде своего посвящения Полагая, что Сергий воспрепятствует его дерзновенному намерению И сам пожелая занять митрополию, он начал строить козни против преподобного и его обители Блаженно узнав о всем, сказал своим ученикам Возносящийся над сей обителью и над нашей худостью Михаил Не получит желаемого и даже не увидит царь Града, ибо он побежден гордостью Пророчество святого сбылось Когда Михаил плыл на корабле в Старьград для посвящения, он заболел и скончался А на престол был возведен Киприян Кирилл Туровский 28 апреля Он на основании священного писания облечил ересь феодорца Названо так в поругане и предал его проклятию Епископу Феодору отрезали язык, уши и казнили Это все епископы делали Ну вот на сегодня хватит Продолжение следует...